МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «Автопатруль». Круглосуточно мои коллеги следят за всеми криминальными новостями в крае и оперативно выезжают на места происшествий. И сейчас сразу предлагаю посмотреть статистику ЧП. За минувшую неделю цифры такие. Сводка ГИБДД края. ДТП-664 пострадали. 83 человека погибли 10. Пожаров было, информирует МЧС, 40. На этой неделе в огне погиб один человек, зато нет травмированных. А из огня пожарные вынесли 4 человека. И подробнее о происшествиях. На этой неделе разбились сразу два байкера, мужчина и женщина. Трагедии произошли в разных районах края, но итог один. Оба погибли. А в пригороде Владивостока тягач въехал в леера. Водитель пострадал. Но главное в этом происшествии то, что гигантская машина практически перегородила дорогу. Ее до обеда следующего дня никто почему-то не убрал. Тысяча горожан застыли в пробке и опоздали на работу. И любовные разборки Владивостока на Гоголя закончились пожаром. Брошенная дама решила таким образом отомстить своему бывшему и оставила его без жилья. Подробнее дальше. Автоавария случилась в 10-м часу утра на Дефризовской трассе. Участники аварии два транспортных средства. Микрогрузовик Тойота Хайс и мотоцикл Ямаха. По предварительной информации водитель микрогрузовика двигался со стороны поселка Прохладное. Навстречу ему со стороны поселка Новый ехал байкер. Мотоциклист направлялся в Прохладное на работу, в автосервис. В какой-то момент мужчина на грузовике решил повернуть налево, чтобы проехать во Владивосток. Срезал угол и, оказавшись на встречке, совершил с байкером лобовое столкновение. От полученных травм мотоциклист скончался. Стражи правопорядка предварительно установили, что ДТП спровоцировал рулевой грузовика. В итоге одного человека отправил на тот свет, а также покалечил своего 13-летнего сына. Подросток находился в кабине грузовика. Основной удар от байка пришелся на пассажирскую сторону. Как результат, мальчику зажало ноги. Ему потребовалась помощь медиков. Прибывшая бригада скорой осмотрела пострадавшего, обнаружила серьезные травмы и госпитализировала его в тысячекоечную больницу. Сейчас отцу мальчика, рулевому грузовика «Хайс», предстоит долгое разбирательство. Лишение водительского удостоверения, а также, возможно, уголовная ответственность за ДТП со смертельным исходом. Дым со стороны печально известного здания промстрой НИИ проекта напугал жителей Краевого центра. Люди решили, что многоэтажка вновь горит. Как выяснилось, это здание целое и невредимое. Воспламенился частный дом, расположенный рядом. Буквально загорелся, наверное, дом через... за 2-3 минуты, наверное, потому что проходил мимо до ларька, то есть дыма не было. В ларьке там буквально купил воды попить 2-3 минуты, то есть поворачиваясь, уже валит черный дым. Дом, по словам Александра, давно пустовал. Месяц назад его оккупировали люди без определенного места жительства. Один из них сейчас находится на месте возгорания. Говорит, что проживал в нем, да еще и не один, вместе с другом. Недели две назад построил забор, поселился в нежилом доме. Сегодня он собрался и уехал на набережную погулять по пляжу. В доме остался его товарищ и бывшая дама сердца. Поехал на море, она мне звонит, такая, все, я тебя подожгу туда-сюда, блин. Я пока сюда уже, иду через молок, перехожу, уже горит, блин, все. То есть вы считаете, что вот эта девушка, которая... Да, это она, она мне звонила и сказала, что она подожгла. А посреди чем? Вы помечали чем-то? Я ей не помешал. Я не хотел с ней остаться. Со слов очевидцев, девушка двигалась со стороны тихой в направлении снеговой пади, но на 33-м километре трассы что-то пошло не так. Вероятнее всего, девушка при входе в поворот поздно заметила препятствие. Резко дала по тормозам, о чем свидетельствует длинный тормозной след, и попыталась уйти от удара, но, скорее всего, из-за высокой скорости, а также резкого маневра, потеряла управление, и байк на полном ходу выкинула в ограждение. От удара мотоцикл разлетается по всей проезжей части и начинает гореть, а рулевая, слетев, по инерции пролетает несколько метров и, к сожалению, жестко падает на асфальт, получая смертельные травмы. Проезжающие автомобилисты сразу вызывают бригаду скорой помощи. Машина реанимации буквально долетает до места, но, оказавшись на месте, им остается только констатировать смерть. Со слов сотрудников ДПС, мотоциклистка частенько нарушала скоростной режим и отличалась лихачеством и не раз попадала в их поле зрения. К просьбам и советам ездить помедленнее не прислушивалась и, увы, гоняла до конца. ДТП случилось после полуночи. Водитель тягача «Фрайтлайнер» едет с зари за город. Большегруз держит путь в Лучегорск и движется по крайней правой полосе. На Седанкинском спуске тягач подскальзывается на мокрой дороге и начинает собирать леера по метражу. Водитель удачно выбирается из сложившейся пополам машины. Проезжающие мимо ДТП автомобилисты вызывают для водителя тягача скорую. У мужчины сильно рассечена нога. Он жалуется на боль. Прибывшие медики увозят пострадавшего в больницу. Там мужчине обрабатывают рану, затем он возвращается на место аварии и принимает активное участие в оформлении ДТП. Многотонная машина перекрыла почти всю дорогу. В сторону пригорода образовался транспортный затор. Рассвело, но из-за ДТП пробка никуда не делась. Фуру никто не додумался убрать с дороги. Тысячи горожан утром опоздали на работу. К родному машиностроению можно относиться по-разному. Любить, ненавидеть, стебать или просто игнорировать. Но не признавать боевую классику просто невозможно. Конечно, машина не идеал и авто частенько ломается, как в этот раз. Нива поломалась и машину пришлось брать на буксир. Благо, нашлись добрые люди. Внедорожник подцепили и потащили по городу. Все происходило спокойно, как на повороте с Океанского проспекта на Комсомольскую Ладе совсем поплохело, и она пошла на таран. В итоге Лада тиранула Мерседес, точнее его задний бампер. Затем погасилась об соседствующей Митсубиши, который, в свою очередь, прижался к Ниссану. Тойота движется в сторону Владивостока. В какой-то момент в передней части раздаются вибрации. Колесо за доли секунды расшатывается и внезапно покидает ось. Немного пролетает, выходит навстречу и врезается в микроавтобус. А сурф, как в фильме, без тормозов и переднего колеса, выбивая искры, пролетает еще несколько метров и встает четко на обочине. Случайно под разлет деталей попадает Скайлайн. Автомобилисты не стали долго выяснять, что да как. Быстро оформились и помчались по мастерским оценивать повреждения. Федеральная трасса Усури. По ней с грузом на крыше мчится Ниссан Икстрейл. Мужчина держит ровную скорость, наслаждаясь приятной дорогой, как вдруг спокойствие нарушает подозрительный звук. Видимо, порыв ветра крутануло. Лист вместе с багажником унесло назад. Правда, перед тем, как навсегда улететь, лист железа успел поймать попутный ветер и, гремя в лучших традициях Карлсона, отправился пугать идущих сзади автомобилистов. Я думал, что фанера, здоровый лист вместе с багажником, прямо на меня. Меньше всех в этом ДТП повезло рулевой микрика. Женщина поддалась чувствам и, неграмотно дав руля, пустила сирену в разнос. Ужасная трагедия произошла в краевой больнице Гуфсин. Четыре человека погибли. Подробнее чуть позже. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова